Секс без удовольствия. Вот как хотите. У меня в гостях сексолог Левченко Юрий Николаевич. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Здравствуйте. Начнем с чего. Почему, собственно говоря, этот вопрос возник. Часто приходится слышать, что для сохранения семейных отношений, если, к примеру, женщина не очень хочет в данный момент секса со своим мужчиной, дабы его не раздражать, ну, дабы, наверное, будет точнее по-русски, не раздражать, не мучить, не издеваться. Хочешь, не хочешь, а что тебе стоит, собственно говоря, позволить мужчине насладиться твоим телом, условно говоря. Получается, для женщины в этот момент очень вероятно, как минимум, начало процесса, это как раз и есть секс без удовольствия. Насколько это вредит здоровью, психике, ну и, собственно говоря, отношениям в дальнейшем? Ну, женщины приходят ко мне как к сексологу и жалуются на том, что секс у них мало того, что без удовольствия, а даже с некоторым таким напрягом. Вот недалеко, недавно он приехал из Австралии в командировки, что он с ней вытворял, но ей было без удовольствия. Почему? Мы должны прежде всего сказать, а откуда возникает это удовольствие? Ну, из головы, как говорят. О, совершенно верно. Я провоцировал вас, но вы ответили верно. Потому что многие считают, что нужно заниматься тереблением эрогенных зон. Но ведь нужно иногда. Это, наверное, вторичное. Обязательно. Сначала надо подумать о сексе. Сначала надо вообразить секс. И когда он прилетел, он этой женщине очень много рассказал того, чего она сделала неправильно, пока он отсутствовал. Ага. Вот как. И вылив всю свою энергию, все свои эмоции, он тут, покушав, решил заняться сексом. А что у девушки? Ну, что у девушки? Проблемы у девушки в голове. В голове. Переживания. Как бы угодно он не возбуждал ее эрогенные зоны, не теребил гениталии, для нее будет секс без удовольствия. И вот часто женщины жалуются на органозмию, когда она получает не то, что неудовольствие, она и оргазм с этим мужчиной не получает. Но я бы перевернул ситуацию на 180 градусов. Той, секундочку, подождите. Мы сейчас перевернем. Я запомнил, что вы хотите перевернуть ситуацию. Вот я вернусь сейчас к моменту теребления. Такая тонкая тема. С одной стороны, безусловно, секс в голове. С одной стороны, безусловно, это важная составляющая. Надо чувствовать, надо чувствовать, ощущать, надо думать. Безусловно. Но очень часто я тоже от женщин слышу, как бы она не хотела этого мужчину, и насколько бы она не стремилась к нему с точки зрения секса, вот рассказывает она, допустим, совершенно вроде бы нормальный мужик. Ну, говорит, абсолютное бревно какое-то. Он свои дела сделал, обо мне не подумал, я удовольствием не... Хотя хотела, хотя стремилась. А вот он не теребит, как вы сказали те самые... Ну, бревно, конечно, лучше к женщине сказать. Ну, в смысле, да. Чурка. Чурка. Как коршун, который налетел, клюнул пару раз, и сыт, и доволен. Да, вот. Как же бестеребление, при том, что в голове все в порядке. Пардоньте. Ну, это второй этап. Мы же... Вообще, оргазм, это как бы завершающее звено. Звено, кстати. А все это идет, но идет от воображения. И... А как возбудить это воображение? Как? Я вам скажу, Семен, крокодил, такая пасть, и как он плывет, и крокодил... Сексуальных эмоций у меня не возникает, это правда. Вы видите крокодила? Вижу. Достаточно женщине говорить про секс. И она видит крокодила. Нет, она будет видеть, себя ощущать. Лимон, крокодил, ничего, что угодно. Слово. Слово мы часто забываем, которое будет в нас фантазией. То есть, все-таки говорят же, что женщины любят ушами, правильно? Об этом речь? Я вот там, когда мы повернем, вам скажу, что нужно будет делать со стороны женщин. Да, женщины любят ушами. И они любят, когда говорят не только о том, что она красива, что она замечательна, но и когда говорят, я иногда так говорю, грязные слова. Некоторые говорят, я не приучен к грязным словам. Иногда эти грязные слова маркируют другими словами, но они внутри будут вот эту эротическую, даже порнографическую эмоциональную волну. Послушайте, ну а тогда откуда же берется такая уже распространенная достаточно давно и употребляемая женщинами точка зрения? Когда ей говоришь о сексе, она говорит, ну, вечно вы, мужики, только об одном и думаете. Вам только одного от нас, женщин несчастных, бедных, забитых, и надо. Как вот ей говорить о сексе, чтобы ее к сексу привести, а не оскорбить? Это социальная установка, догма. Ну, в том и дело. Вот, мужчины все время об этом думают, да, он все время об этом думает. А женщины разве нет? И вот вопрос в том, что женщине, вот для мужчины он видит прекрасную женщину и сразу пытается заняться с ней сексом, даже воображением. А женщина видит замечательного мужчину, ей хочется, чтобы он видел в ней женщину. Так, дорогие мужчины, всего-то инвестиции в ваше хорошее взаимоотношение с женщиной и хороший секс полторы минуты скажите ей, какая она прекрасная женщина. И только с такой женщиной я все время думаю о сексе. И она будет довольна? Более чем довольна.